Мастера спорта 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 пользу сильной и богатой команды. Ну, что мы будем это скрывать? Ну, на суде это тоже валит. Я не знаю, вы можете меня разбить сейчас, но у меня убеждение такое. И про свой «Зенит» я скажу то же самое. Сколько раз было, когда на усмотрение судей судили в пользу «Зенита». Спасибо. Вы хотите... Нет, вы утверждение даете, я тоже с вами соглашусь. Я соглашусь с этим. Ну, тогда все, нет вопросов. Спасибо вам и здоровья всем вам троим. Спасибо. Кстати, по поводу... Ладно, отложим пока, наверное, тему судейства, потому что разбирались достаточно, останавливались на этом эпизоде на вестях. Я про другое сообщение. Оно косвенно связано с матчем «Спартак-Локомотив». Спрашивали у Леонида Федуна, не сказывается ли на столь вялой игре Артема Дзюбы неразрешенный попеет с подписанием контракта. Он там сказал, что мы Артему предлагаем стать самым высокоплаченным игроком в «Спартаке», но он хочет получать как Халк. Ну, раз не договорились, то возникает интерес. Он, кстати, на самом деле через два месяца, до восемь месяцев до окончания контракта остается у Дзюбы, через два месяца уже может подписывать Дзюба, если не договориться. И сразу всплыл Локомотив моментально. Да. Подписывать соглашение, видно, начинать вести переговоры с другой командой. Вот. И тут же вот Локомотив тут, говорят, подсуетился. И что, дает сколько Халку? Не знаю. Ну, в принципе, Локомотив может себе позволить. Диару они сейчас убрали. Ну, давайте так, информация следующая. То есть она не стопроцентная, но вот знающие люди говорят, что на данный момент оклад Дзюбы составляет один миллион двести тысяч евро в год. Дзюба хочет три. Я согласен. Что вы согласны? На миллион двести? На миллион двести согласен. Да я тоже, в принципе, согласен. Не испорчу, честно говоря. На две минуты, как Дзюб сегодня вышел. Сто миллион двести, да елки-балки. Я на три минуты выйду там. Пока дойду до центра, и три минуты прошу. Нормально, да? Время закончится. Вот. Ну, давайте напомним, что Халк... Давайте так. Халк, он останется. Вы уверены? Уверен. А если уйдет? Куда уйдет? Кто ему даст такие деньги? Ну, вы прекратите, честно говоря. Кто российскому футболисту даст такие деньги? Только новый хозяин, Ротенберг, этому Кокорину, да? Да. Кто стоит таких денег, скажите мне? Они одумаются когда-нибудь или нет. И те, и другие. Те, которые припросят, и те, которые дают. Евгений Серафимович, Кокорину, говорят, зарплата там по четыре, да? Да. Замечательно. Но съездили в сборную, пообщались. Спокойно, спокойно, спокойно. Дзюба круче Кокорина? Слушай, я же не знаю, какая у тебя зарплата. И не знаю, круче ты, как журналист или нет. Если на это насматривать, если смотреть, а ему там платят столько, а этому столько здесь платят. А ты будь тем именно, и вот там, и в то время. Хорошо, Дзюба полезнее, Кокорина. Никуда, никуда Дзюба и Спартака не уйдет. И три миллиона это много. Вот и вся история. Что, лишнюю машину купить, что ли? Наверное, не хватает. Сделать там пенсионный фонд Артема Дзюба для Артема Дзюба. Как Дзюба сейчас играет в последних играх, не стоит и ста тысяч долларов. Вот и вся история. И надо, чтобы кто-то умный человек ему это объяснил. Парень, остановись и выбивай себе деньги игрой, а не словами, не болтовнёй. Игрой просто. Знаешь, я вспомнил одну историю. Значит, в Барселоне играл Ревалда знаменитый, помнишь? Ага. Да. И у него заканчивался контракт и та же самая история. Он просил какие-то деньги, какие получал кто-то другой. Ему не давали. И он приехал играть с Миланом, они приехали. 3-3 сыграли, он 3 отгрузил, понимаешь, он эти три, он показал, кто он есть и сколько ему платить надо. Вот и вся история. Всё, другого-то нет никакого. 728-7171, номер нашего прямого эфира. Здравствуйте, представляйтесь. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Евгений Терафимович, вопрос у меня такой. Каковы ваши отношения к тренерам «Зенита» Андрея Вилыша Боушу, моему любимому «Динамо» это Танислава Чеджесова и двух молодых наших тренеров «Уфы» Игоря Колзванова и «Арсенала», которому очень не везёт. Но тренер, которого я очень, как игрока, уважал, это Дима Оленьевич. По каждому. Вилыш Боуш сложившийся тренер, уже много добившийся. И даже сегодня видны плоды его работы в «Зените». Вопросов никаких нет. Другое дело, что он, все попадая в нашу действительность, как бы команда играет так неровно, волнами. Вот здесь играет, вот здесь не играет, здесь играет, здесь не играет. Ну вот две игры, да. Ну, понятно, что существует фраза «Каждый играет, как позвонит соперник». И Байер не позволил ничего сделать «Зениту», и он выглядел бледно. А «Бенфика» позволила играть. А может быть, наоборот. Позволили «Бенфике» так играть «Зенит», как «Бенфика» играла. Вот теперь по поводу... Кого еще там? Черчесова. Черчесова, Стас. Растущий тренер, однозначно. Еще надо набирать, набирать и набирать. Вот то, что он сошел сейчас с «Динамо» и с таким составом, вот здесь как раз обучение, как говорится, платное. Состоишься как тренер с этой командой, состоишься, значит. Вот. Пока сказать еще рано что-либо. Теперь про двух молодых тренеров. У одного это лучше получается, у Колыванова набирают очки, да. И, кстати, там довольно-то много иностранцев все-таки играет, да. Радуюсь за Игоря Колыванова. Точно так же радовался за Диму Оленичева. Очень хочу, чтобы эти ребята, чтобы Талалаев, чтобы Беллидинов. Это наши ребята, которые сейчас там, кто работает в первой лиге. Вон, Талалаева там разогнали ветеранов, которые, ну, не просили, с которыми нехорошо поступили, в принципе. Подписали с ним контракт, а через там несколько месяцев сказали, мы вам хотим урезать 50 процентов. Ребята, а вы контракт должны исполнять. А если он не хочет урезаться, почему вы должны урезать, в конце концов? Сейчас Коряк ушел оттуда, еще кто-то ушел. Вот. Но и я тогда, кстати, с Талалаевым разговаривал. Андрюх, вот у тебя выход один. Вот молодых ребят брать и вот показывай свое мастерство, работай с ним. Четыре, пять игр, по-моему, подряд выиграли. Одну и ничью сыграли. Выиграли вчера у Тосна, по-моему. Да. Да. И слава Богу. Я его после каждой игры поздравляю, видимо, поздравлю и здесь. Но как работает Беллидинов, замолчали все, которые кричали, что он там плохой, секой, там сейчас 30 тысяч ходят на стадион и балдеют от футбола. А как радуются Навас и Кардениз, которые вообще не играли в такой футбол. Понимаете, в чем дело? Вот. А по поводу Димки Оленьевича. Позвонил ему, день рождения у него был вот на днях. И сегодня звонил, кстати, приглашал там на эфир. И скажу такую вещь. Сказал ему следующее. Дим, понятная вещь. Вот это опыт твой, который ты сейчас набираешь через то, что проходишь. И то, что ты не вспыливаешь после игры и не там не разносишь всех и вся, это важно, потому что это тебе еще набивать и набивать, в общем-то, шишки. Вот тренер должен это все пройти. 728-7171. Номер нашего прямого эфира. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представляйтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит с Белгорода, Валентин Николаевич. Да, Валентин Николаевич. Значит, Сергей Михайлович, тут, значит, такое живое желание у меня есть, значит. Вы там поближе к высшим кругам. Так, как-нибудь спартаку скажите, чтобы они выпустили на игру какую-нибудь одних русских. Это одно предложение. Второе, значит, что хочу сказать. Я как-то слушал Бубнова. Так, он сказал, что то, что творится в нашем футболе, это вредительство. Я думаю, с этими делами надо заканчивать. Вопрос такой, вышла у него книга или нет. Никакое название в этой книге. Еще что хочу сказать, вот вы рассказываете интересные вещи про себя, там, как вы играли, что там было, как, где-то еще про некоторых игроков. Я, в общем-то, с сожалением узнал, что нету Прохорова, нету Логофета там, нету еще некоторых игроков, выдающихся со Спартака. И вот, знаете, что надо бы как-то собрать книгу какую-нибудь про Спартаков, допустим. Ну, вы там можете собрать или еще кто-нибудь. И издать там. Выдающихся людей, в принципе, много. Можно, я думаю, создать книгу про всех выдающихся футболистов, которые у нас были. Или, допустим, взять отдельно команды. Тоже много есть выдающихся игроков. Что вы можете сказать по этому поводу? Сказать могу только одно. Я могу и напишу книгу, какая-то есть книга обо мне, да, в серии там «Личность». Я хочу написать книгу, это будет книга о людях, с которыми я общался. Вот, например, мой друг Саша Шаганов, знаменитый поэт песенный. Любовь, все песни его поет. Это и ребят с нашего двора, и там за туманами. Это много. И Глеб Жеглов, и Володя Шарапов, все там. А ТАСС, все это его песни. Он написал книгу «Я Шаганов по Москве». Вот. И он мне, когда рассказывал, говорит, ты не пиши о голах, очках, секунды. Ты, говорит, расскажи вот, например, такую главу. Мой старости. Что это вот? Вот что это за человек? Как он на меня повлиял? Там другой третий. Я думаю, что это созреет. Просто времени не хватает, как всегда. Все мы оправдываемся тем, что времени не хватает. Теперь по поводу выдающихся и невыдающихся. Люди, которые играли со мной, которых я знаю, которые умерли, они все все равно одинаковые люди. И это частичка души, да. Вот. И писать только о тех, которые ушел или нет, ну, это сложная вещь. Теперь по поводу вы ближе там к «Спартаку» и выпустить всех русских. Там наберется 11 человек-то на все позиции. Да, наберется в дубле играл. Вот. Недавно же дубль играл с этим. Дубль или как молодежка. С «Сервеной звездой» же играли на открытии стадиона. Да не, ребята, это сегодня не серьезная вещь. Покупаются игроки. Тут вопрос, как из этих игроков. Они все равно покупаются не просто вон с этого, с коробки какой-то или на пляже где-то играли. Все равно они в каких командах играли, их отсматривали. Значит, из них делать надо достойную команду, которая вот не будет таких вот. Сначала чемпионата вроде ничего, потом плохо, потом еще что-то. Потом начались расприки какие-то. Надо просто достойную единицу сделать и все. И последнее по поводу книги Бубнова. Не знаю. Говорят, что будет книга. Вот. В последнее время не очень общался с Сашей, поэтому не разговаривал об этом. Выйдет, почитаем. там очень много будет, видимо, статистики, где все плохо играли. Вот. Да, 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 да. А в свое время, в 80-е. Все будут посчитаны, и у всех будет посчитано. А советский спорт ему не приглянулся по одной причине. Он же раньше ходил на передачи, но мне рассказали, что они взяли, нашли где-то к кассету и кого-то попросили посчитать технику. Не совпало, да? Если нет, его. Не его, его, его. А его и оказалось, что там на двойку. Но знаете, вот как многие звонят, у вас какие отношения, вы там ругаются. Да ничего никто не ругается. Он имеет право на то, что он делает. Вам нравится или вы поспорить с ним хотите. Не надо никого сталкивать лбами. У него вот так он видит футбол. И на самом деле, иногда вот такими глазами посмотреть, на самом деле, такая мутня, честно говоря, этот футбол, который... Да, вот есть одна, две, три команды, а остальное это непонятно, что творится вообще. И творится ли вообще чего-нибудь. Да уж, да уж. Ну, Саня, зажигай! Не, ну он-то прожжет что-нибудь где-нибудь. Про технику, тактические действия, да? Да. Колы-то он любит расставлять. И двойки. Пятерок и пятерок не слышала я в основном двойки. А вам бы почему таким не заняться, Евгений Серафимович? Что же посиделось? Или вам лень считать? Я... Меня... Самые главные мои счеты это сберегательные книжки. А, то есть вы так считаете? Вы только складываете. Не, оказывается, интересно. Сейчас же приходит смс-очка такая. Вот там вам зачислено столько, а вот здесь снято столько туда-сюда. Я в этом деле, скажем, тупой человек. Ну, приятно, когда зачислено, да? Не, я думал... Я думал, ты скажешь, приятно, что тупой. Не, ну, это некрасиво, Евгений Серафимович. Ну, что же такое? Ну, подумал, да? Ничего. Давайте дальше. Есть у нас слушатели? Нет, звонков у нас нет. Пока что ждем. Напоминаю, номер нашего прямого эфира 728-7171, код Москвы 495. Также пишите на смс-портал 5533, начиная свои сообщения со слова «Маяк» и пишите на форум нашего канала, на 3wradio.maiak.ru. А я бы, знаете, какую тему обозначил? На этой неделе вышло очень интересное интервью в разных спортивных газетах, но, в принципе, все собирались, и Толстых проводил это интервью, и многое объяснял по поводу того, и задержки, и зарплаты. Он мне это рассказывал раньше о том, что, в принципе, вот он, как таковой, к этой зарплате Капелло отношения не имел, потому что до него это подписывали, да, потом он переподписывал, но тогда были, как бы сказать, целевые деньги, вот он всегда говорит эти слова, целевые деньги, просто было обозначено, откуда эти деньги, на зарплату. А потом, когда его сейчас начинают душить там, в основном он говорил, что это Гиннер его душит по-страшному, и всяческие всякие заговоры эти идут, чтобы снять его, и все. С точки зрения того, что вот денег нету, Толстых не может найти, он мне рассказывал, как он приходил в сильные компании, которые готовы были финансировать РФС, а после этого, он говорил, звонили оттуда, и говорили, туда приходили люди из наших олигархических команд, да, и после этого они говорили, знаешь, Коль, мы не можем тебя финансировать. Вот такое тоже творится. Ну, кошмар, неприятно, то есть, получается, финансированию мешают просто. И сейчас разговоры, то, что Виталий Мутко вернется, как вы верите в это? Не знаю, и Мутко, разговоры идут, и Газаев. Сегодня Федор сказал, что Мутко надо возвращать в футбол. После матча сказал, что человек, который выиграл Олимпиаду, нужно его быстро вернуть в футбол, чтобы навести порядок. У нас времени просто осталось, вообще не осталось, выпуск новостей, продолжим говорить о футболе потом. Ведущим, радиослушателям. И хотел бы задать вам такой вопрос. Вот недавно у нас, ну, до недавних пор были очень хорошие результаты у команды Кубань, да, она мне очень симпатична, ну, и тем более тренирует мой земляк. Вот. И чем вот вызван такой вдруг неожиданный спад? То есть, ну, понятно, команда была на ходу, могла неожиданно провалиться как-то там со встречи, ну, во встрече с лидером. Ну, я думал, если честно, от торпеды мокрого места не останется. Почему такая вот результат? Мы тоже так думали. Вы знаете, у меня вот с Виктором Гончаренко, я уже прошу прощения, влезу перед Евгением Серафимовичем, такая уже эпопея складывается. Неоднократно задаешь один и тот же вопрос. Нет, на самом деле, после матча с ЦСКА, который Кубань влетела 0-6, я спросил, собственно говоря, что произошло, потому что ответа на этот вопрос Гончаренко не дал. Не тогда. И я тут думаю, ну, съезжу в Равенское, померзну, но посмотрю на футбол, как исправилась Кубань, заодно узнаю, что же все-таки в конце концов было в матче с ЦСКА. Ну, и задаю ему, например, такой вопрос, что как бы и матч с ЦСКА 0-6, обещали разобраться в причинах поражения, разобрались, поделитесь, пожалуйста, и насколько матч с ЦСКА отразился на сегодняшней игре. Знаешь, что ответил Гончаренко? Он сказал, ну, давайте говорить о сегодняшнем матче. И все. А о сегодняшнем матче он что-то не сказал? Ничего интересного не сказал. Там уложилось в 14 секунд. Знаете, вот в прошлом году Кубань играл практически этим же составом. И ничего выдающегося не было. Да, Кубань начала сезон успешно. Я не сказал выдающийся. Успешно. Она играла с довольно такими командами. Она пока не играла с лидерами нашего футбола. Вот. И то, что они с ЦСКА сыграли 6-0, конечно, это разгромно немножко. Да, понятно, что Гончаренко после игры, кстати, сразу сказал в телевизор о том, что разбираться будем, почему после третьего гола команда развалилась, просто бросила играть. Это важно является. Но по большому счету я не вижу, что это такая команда, которая должна вообще где-то в лидерах быть. Она на четвертом месте находится сейчас. Правильно? Да? На данный момент на третьем. На третьем даже. И что? И вы что думаете, что Кубань должна сейчас выше быть? Зенита, ЦСКА или там других каких-то команд? Да ничего там особенного такого нету. Да, хорошие игроки есть. Кабаре мне нравится. Попов я просто открыл для себя. Попов или Попов, он болгарин, да, он капитан сборной. Очень интересный игрок. Но играли они с Торпедо. И Торпедо уже немножко другая команда. Уже повыкли здесь в премьер-лиге, да. И ничего. До сегодня возьмем даже в Питере. Да, если не брать второй тайм, играли более-менее приблизительно равные команды. Потом развалилась одна команда. Ничего тут такого не существует. Они будут набирать свои очки и будут бороться за то, чтобы попасть в лигу какую-нибудь. Вот и все. А говорить о какой-то... Вот Краснодар интересней. Там уже и игроков, как бы сказать, вот тот футбол, под который подбирался и под видение футбола президентом клуба. Он же озвучивает свое видение этого футбола. Подобрали игроков, да. Но когда прошла жеребьевка, когда им попали, значит, Вольсбург, Эвертон и Лиль, я сказал, они не пройдут дальше. Потому что это очень приличные европейские команды. И из стран, где очень хороший футбол. Вот. И вот это и происходит на самом деле. Понимаете, в чем дело? Ничего такого нету. Потом наш чемпионат в любом виде, он слабый чемпионат. Ну вот возьмем матч Динамо-Зенит. Да, он выделяется из всего. Ну, Краснодар с Зенитом сыграл. Опять все Зенит, 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 да. Вот. А другие, ну что, вот сегодняшний матч лидеров недавних нашего футбола, Локомотив и Спарта. Ну, откровенно говоря, ничего запоминающегося нет. Кроме того, что бились, сражались туда. Четыре раза ударило Ромула поворотом, там, все выше ворота. Другие не били поворотом. Что этот промес сделал? Что Хурада сделал? Вот кто-то запомнит, может чего-нибудь? Я ничего не могу. Поэтому здесь говорить о том, что чего-то произошло такого нет. Теперь я вот о чем хотел сказать. Мы заканчивали, когда предыдущую часть. Мы говорили о том, что Мутко может стать... Знаете, ради справедливости я хочу о Мутко немножко два слова сказать. Вот в чем дело. Я из тех, которые говорят, а Мутко вот такой-сякой, все время там, а ту Олимпиаду проиграли, предыдущую, нету, не нашу. Мутко виноват. Значит, капелла взяли, команда валится, Мутко виноват. Не платят там, Мутко виноват. Да Мутко, Мутко, Мутко и Мутко, потому что он на слух уходит Мутко, да? А вот так произошло, что я после долгого-долгого перерыва в Сочи поехал. У меня у друзей там, они пригласили, и моих друзей пригласили. Компашка собралась на три дня буквально. В Адлере у гостиницы. И меня повозили по всем этим спортивным заведениям. Объект, да? Да. Сначала я съездил, посмотрел вот все эти фиш, другой, третий. Ну, восхищен, да. Там пока все не востребовано, но все равно. Там одни соревнования, другие. Я зашел в тот дворец спорта, где был, шорт-трек и фигурное катание, а там оказался мой очень знакомый. Он был директором в Челябинске дворца спорта. Он говорит, а здесь все равно занимают. Здесь было шоу этого Ильи Авербуха вот долгое время, и когда вот гонки были там. Я к чему разговор веду? И я был приглашен на тот центральный стадион в Сочи, где я сразу вспомнил, как я Милану забивал, гол там, когда 2-0 выиграли. Вот. И рядом построены там заведения, еще одно строится. И меня пригласили, я походил по этим гостиницам, спортивный центр. Это федеральный центр, ну вот после Олимпиады там создали вот этот федеральный центр молодежного спорта, вот этот, ребят. А ведь это тоже мутков. И когда еще я узнал, что все это же еще делается в Кисловодске, это тоже мутков. Вот этого-то мы не видим, по большому счету. Это потрясающе вообще, что там выстроено для спортсменов вообще. Не для футболистов, а для спортсменов разных видов спорта совершенно. И это тоже мутко. И нельзя себя... Это я даже немножко извиняюсь за то, что мы только его там вот такой, капелла, капелла. Вот мы видим только капелла и мутко. Вот здесь все его работа. А вот этой вот работы мы совершенно не видели. Поэтому тут надо где-то немножко градус сбросить. И Олимпиада была выиграна, кстати. 728-7171. Номер нашего прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Мы вас слушаем. Алло. Да, мы вас слушаем. Это опять Виталий. Я так и не ложил трубочку. Хотел еще один вопрос. Давайте, давайте. Вот Евгений Серафимович, вот тоже скажите, пожалуйста, что... Белоруссию люблю, Виталий. Все, ответил на ваш вопрос. Люблю. Нет, нет, нет. А вопрос был другой. Минск люблю. Я из Гомеля, но все равно. В Гомеле не был, тоже люблю. Евгений Серафимович, вот вы только что упомянули про Лигу Европы, вот такие команды, там, Лиль, Вольфбург. А ну, ну, чем они уже настолько лучше того же Краснодара, да? И вот почему, скажем, в 90-е, когда играл тот же Спартак, Локомотив, я вообще, это незабываемое время для меня. Моя юность, детство, это волшебство просто какое-то было, да? И согласитесь, эти команды, они, ну, скажем, были талантливые, да, и интересные. Но по составу явно это было не Реал, не Барселона, но они обыгрывали и Барселону, и Реал, и Арсенал, и они могли подарить чудо. А почему мы вот сейчас этого чуда, ну, не можем ожидать от современности тех команд? Спасибо, всего вам доброго. Вы спросили, чем Вольфбург, Лиль и Эвертон, да просто другими чемпионатами, другим упорством в этом чемпионате. И когда человек, который, ну, заметной фигурой в европейском футболе Олечи, для нас заметной фигурой, говорит, в 35 лет, забив голы, носясь целых два тайма там без замен, без всего, и не говоря, как ему трудно, и какое поле плохое, или еще чего-то. Говорит, чего-то я не увидел в команде Краснодара европейского уровня футболистов. Он сказал, в Бундеслиге бы они занимали 10-11 место. Вот и в чем дело, да, правильно. На самом деле, вы, конечно, меня извините, но за Вольфбург, Вольфбург играет Луис Густаво, это игрок сборной Бразилии. Дебрюин, игрок, ведущий игрок сборной Бельгии, да, который нас уделал. В общем, как бы... О Олечи я уже всем рассказал. Да. Так что там состав поприличнее будет, чем у Краснодара. Да и так же точно и в Эвертоне, там другой футбол английский совершенно. Конечно. 7287171, номер нашего прямого эфира, есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, представляйтесь. Здравствуйте, слушаем вас. Да, вы радиоприемничек, да, выключайте радиоприемник. Добрый вечер, Екатерина Евгеньевича Дмитрия, Борис Михайловича Зыванова. Здравствуйте. Евгений Шерафимович, я думал, передача сегодня не состоится, потому что вы не дозвонились никак. Евгений Шерафимович, вот... Выключите приемник, да. Будет проще намного. Евгений Шерафимович, вот... Вы отказываетесь выключать приемник, да? Борис Михайлович, Борис Михайлович, Борис Михайлович, Борис Михайлович, выключите приемник свой, иначе мы с вами не будем разговаривать. Не слышно ничего. Да. Все, выключил. Все, отлично. Задавайте вопрос. Евгений Шерафимович, чемпионат мира показывает направление развития футбола. Вот я как смотрю, нас в итоге чемпионат мира ничего не научили, особенно на уровне сборных. Да и клубы не сделали никакого, значит, прорыва на европейской арене. Вот, Евгений Шерафимович, вот как-то считай, вот, бразильский футбол отправился ли от катастрофы, которую получил на чемпионате мира, и как скоро он идет на ведущей позиции в мире. И может ли они служить для нам, нам, для примера, вот, как бы, возрождать футбол, кого-то брать пример. Понимаете? А то так обидно, понимаете? Сколько лет не участвовали, провалили, и все хуже, и хуже дела. Вот, спасибо. Ваше мнение хотелось бы сказать. А когда мы вообще брали примеры с бразильцев-то, не помню. Но хочу сказать такую вещь. У бразильцев все равно это фабрика для производства футболистов, Куб Кабана и другие пляжи, и другие футболы. Он наводнили, можно собрать 50 сборных бразиль, которые играют только здесь, в Европе играют. Во все футболы. Пляжные, другие, третьи, четвертые. Вот, поэтому, ну да, не такое яркое поколение. Но все равно другой тренер, по-другому начнут играть. И все равно это Бразилия будет наверху всегда. Всегда. Вопрос есть из Татарстана. Здравствуйте, Евгений Серафимович. Поддерживаю те изменения, которые проводит Ренат Саярович. Нравится появление молодых игроков в составе, однако не слишком ли много их? У Рубины сейчас самая молодая команда в РФПЛ. Как вы думаете, получится ли ровно пройти весь сезон с таким составом, достигнуть зоны Еврокубков? Я думаю, все очень просто насчет того, почему молодой состав. Потому что когда-то Белялидинов был приглашен к президенту вашей республики, и разговор пошел о том, что те траты, которые раньше были, теперь не будут. Надо умерить пыл игроков. И не случайно сразу там побежали, побежали многие на самом деле. Вот я сегодня Рязанцева увидел, вышел он на замену, долго-долго уже его не видел ни разу в игре, да, и подумал, ну вот чего ты пошел в Зенит, да, как Бухаров пошел. Ну что, только за деньгами или зачем-то, потому что там бы играл бы себя. И то, что сделал Ренат, который не принимался зрителем после того, как команда долгие годы была под руководством Бердыева. Кстати, вот говорят там, как к Бердыеву отношусь, да нормально отношусь к Бердыеву как к тренеру, но футбол, который он пропагандирует, совершенно не люблю, честно говоря. А человек, который делает свое дело, завоевывает медали, очки. Мне говорят, ну вот даже сейчас, вот выиграли 5-0, а вот Бердыев тогда, в этот же день, 5 лет назад обыграл Барселону туда-сюда. Я говорю, а вы знаете, на что посмотрите? Вот на то, что когда Бердыев тренировал команду, зрительность была такая, что по 3 тысячи народу ходило на стадион. А сейчас мальчишки вот эти играют, да, при том, что новый стадион, 30 тысяч, они балдеют от последней игры, которая 5-0 была. Когда там и игроки балдели. Там 30 тысяч не было на трибунах. Пускай 20 тысяч, пускай 10. Это все равно прогресс-то для Казани. Не-не-не, он хочет мне что-то вот доказать. Докажи, пожалуйста, а я тебе хочу сказать, народ балдел от той игры, которая была. Вот и все. Ну, кстати, нужно отметить то, что как арена открытия, так и Казань арена сейчас собирают практически полные стадионы, все-таки на новых стадионах играть. Я в данном случае о футболе говорю. Как только будут играть плохо, или не ярко, или не сотрудники. Неважно будет, да, какая инфраструктура. Да, они придут на стадион, да. Напоминаю номер нашего прямого эфира, 7287171. Продолжим сразу после паузы. Продолжаем наш эфир. Есть телефонный звонок. Прежде чем принять звонок, мы непременно должны спросить у Евгения Серафимовича, как и у Валерия Карпин, который с Мальоркой выигрывает третий матч подряд. Я рад за команду Мальорка, команду второй лиги, что она три игры выиграла под руководством Карпина. Но, честно говоря, это не достижение. Ну, а вдруг и дальше пойдет, и выйдут первые девять. Отлично, отлично. И тогда в следующем году, представляете, Реал против... Через две игры в Спартаке на стадионе будут лозунги. Верните нам Валеру и дайте ему поработать. Нет, а я хотела просто заголовки. Карпин против Реала, Карпин против Барселоны. Евгений Серафимович, на самом деле на матче Рубин-Мордовия было 9 тысяч зрителей. Отлично. Которая 5-0 закончила. Я говорю о том, что они балдели. И я балдел у телевизоров. У меня просто 30 тысяч, 9 тысяч, немного цифры разные. Ладно, давайте звонок примем. Здравствуйте, представляйтесь. А я был в хоккее в Сочи, там 9 тысяч. Большой привет. Как слышно? Да, слышно вас хорошо. Здорово, здорово. Прием. А как нас слышно? Отлично вас слышно, Евгений Серафимович. Значит, по поводу Эль Классика, Реал Барселона. Вот Артему Дзюби надо отдать должное. Он четко указал счет матча. 3-1 в пользу Реала. Это плюс для Артема. Давайте его теперь будем называть Паулем. Давайте. Давайте назовем его Паулем. Ну, вопрос, касаемый сегодняшнего тура. Мне бы хотелось маленький, малюченький комментарий. Хоть в чем-то Артем должен выделяться. Конечно. Хоть угадывает результат. Если вы слышите по поводу матча Уфа-ЦСК, был ли на самом деле там пенальти на последние секунды матча первого. И второй, Евгений Серафимович, если следите за нашими великолепными спартаковскими ветеранами, как они в Душанбе сыграли товарищеский матч. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо. Ничего себе. Вот это загадочка сейчас. Нет, не знаю, что они в Душанбе были. Не сообщают. Не сообщают что-то. Не звонят. Да, они почему-то даже не распространяют пресс-релизы. Даже в лентах новостей нет. Нет, ребят, мне честно вам скажу, как они сыграли в Душанбе по одному месту. Мне самое главное, что они приехали в Душанбе, поиграли в футбол, в то, что они умеют делать, другого они не умеют, и получили какие-то деньги на жизнь. Они живут довольно-таки сложно. Вот это самым главным является во всей этой истории. Что они востребованы, что они ездят по всей стране и не только по нашей стране. И всем им здоровья, и чтобы они еще могли выходить на футбольное поле. Вот это самое главное. По поводу пенальти. Да, я увидел в пенальти, внимательно несколько раз просмотрев, опять же, судья один раз он видит и дает, да, и увидел, что Верблова там игрок-защитник просто так вот, ну как бы, на бедро поймал, я бы так сказал даже, на бедро поймал. В пенальти был? Да. Ну, на мой взгляд. Ну, хорошо, ну, замечательно. Я даже не знаю, есть ли смысл вообще... Еще один из моментов, что это было как раз, три минуты было добавлено, это было где-нибудь минуты... На третий. Две минуты, две минуты и пятьдесят секунд приблизительно, да. Арбитр чувствовал то, что нужно добавить столько. Вот в такой ситуации арбитр бы не свистнул, потому что дается доиграть эпизод сам по себе. Ну, на самом деле, то, что ЦСКА пробил седьмой пенальти за одиннадцать туров, это как вам? Это любимая тема Николая Александровича, что Гиннер, суди как-то вот помогают ему. Нет, Николай Александрович, кстати, про это ничего не говорил. Мне говорил. Да? Да. Не знаю. Так не знаешь, потому что тебя не было. Рядом, да. Не присутствовал, не слышал, да. Ну, еще у нас одно большое пространное сообщение. Считаю, в нашем футболе, в том числе советского периода, выдающихся игроков было по пальцам пересчитать, кого можно причислить к выдающимся и великим игрокам. Наверное, тех, кого признали на мировом уровне, кто выиграл чемпионат мира или европейский мировой трофей на клубном уровне, делал это неоднократно. Жаль, но у нас таких игроков нет и не было. Стрельцов, Яшин, Бобров очень хорошие, можно сказать, классные футболисты, но не более. А уж футболисты 70-х, 80-х, 90-х годов, это так. Обычные футболисты в Европе таких навалом. Каждый второй. Вот в хоккее есть выдающийся Третьяк, Михайлов, Харламов, Петров, Фетисов и Крутоватого. Спасибо бесконечно. Да, а на уровне Боби Хала, Боби Ора и еще то же самое вы бы сказали. Вот, теперь по поводу выдающихся и невыдающихся. Вы, наверное, не знаете, что когда выиграли чемпионат Европы, наши футболисты, кубок Европы, но это прототип чемпионата Европы. В 60-м году банкет был на Эфелевой башне. И Бернабеу, это президент Реала, того Реала, который шесть лет подряд выигрывал Европейский кубок, тогда это не Лига чемпионов, но Кубок чемпионов был, подошел и шести игрокам нашей сборной, это НЕТ, это Яшин, это Иванов, я не могу вспомнить, честно говоря, дал бумагу, говорит, пишите свою зарплату, вот это о величии и о прочих-прочих делах. Воронин играл за сборную мира, Матревелли играл за сборную мира, Яшин играл за сборную мира, Шестернев играл за сборную мира, признавались лучшими футболистами Европы. Яшин, Биланов, Блохин, так что не надо умолять заслуги наших футболистов. Ну вот на этой, наверное, оптимистичной ноте мы сегодня завершим. Спасибо всем за внимание, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok